Всем привет, это Мишаман и в сегодняшнем видео я бы хотел поговорить о том билде, который позволил довольно легко закрыть всех новых боссов на хардкор соло лиге в 3.17, а именно о сейсмической ловушке через яд на саботере. А почему именно через яд? Потому что эта версия не была затронута фактически изменениями, которые коснулись основного скилла сейсмической ловушки, а именно там поменяли то как работает area of effect. Теперь чем больше у вас радиос поражения, тем шире расположены взрывы, то есть наложение гораздо меньше этих взрывов. И получается, что стакать АОЕ стало довольно-таки бессмысленным получается для того, чтобы повышать свой урон в какую-то одну цель, то есть в боссы. Соответственно, в версии через яд это затрагивает практически никак, и этот билд остается одним из сильнейших для старта, да и не только для старта, в общем-то, для того, чтобы закрывать все, что угодно в игре. Перейдем в клиент, давайте запустим какую-нибудь рандомную Т-16, просто чтобы показать вам, как это выглядит в реальной жизни, так сказать. Для перемещения мы используем шелчарш и фрэмдэш, поскольку это две лучшие обилки для перемещения в данный момент в игре. Отличное комбо, позволяет очень быстро двигаться, поскольку в любом случае мы хотим использовать чит. Вторая пушка нам не нужна, урона и так более чем достаточно. Для зачистки применяется, как и раньше, экссингвинейт в трапе, то есть вроде обескарабливание называется, я черт его знает. Наверное, обескарабливание в локализованной версии. И фишка в том, что за счет того, что мы выкидываем сразу много ловушек с саппортом кластер трапс, и у нас вставлен чейн саппорт, то мы за одну эту ловушку, за один бросок этих ловушек, можем чистить практически полный кран мобу. Вот, если вдруг там кто-то сразу не умирает, то он либо дотекает от дебафа самого экссингвинейта, либо мы можем в какие-то плотные паки кидать сейсмическую ловушку, потому что, опять же, ей арию увеличили, и это довольно удобно. То есть ее сейчас для зачистки, в принципе, стало использовать гораздо удобнее, чем раньше. В качестве защитных ауэр мы используем ауру на броню и на уклонение, это Determination и Grace. Для урона мы используем салон скитерботов, и при этом у нас хватает мана на то, чтобы саппортить их с помощью саппорт гема Unbound Tilements, который увеличивает размер шока и чила, которые накладывают скитерботы. А также мы используем новый саппорт гем вместе с Аура Маледикшн, но об этом я поговорю позже. То есть мы можем еще и ауру на урон вполне себе запускать параллельно совсем. Вот. Как видно, урона здесь на Т-16 более чем достаточно, боссы разваливаются, и все работает просто замечательно, даже в пятилинке. Теперь по линкам поговорим чуть более подробнее и по гиру. В принципе, основной связкой для того, чтобы наносить урон у нас является сейсмическая ловушка. Мы ставим с Advanced Traps, Life Tap, Trap on Main Damage, Unbound Tilements. А в шестой линк нужно будет поставить Weight Manipulation. Если вдруг вы что-то не запомните, то все это можно будет найти в описании под видео. И там будет поба, в которой все будет собрано. Вот. Дальше для зачистки мы используем X-Sanguinade. В идеале ставите его в перчатки Tear Stalker, которые дают вам дополнительный саппорт гем. То есть, фактически, вы получаете пяти линк вместо четыре линка. Пока у вас их нету. Ну, не стоит одна лхимку, я уверен, на трейде. Так что они у вас наверняка будут. Да и просто часто падают. Вот, в принципе, просто четыре линка будет достаточно. Вы просто убираете Trap on Main Damage и ставите вместо него Trap Support поначалу. Также можно использовать перчатки с влиянием Шейпера. Однако, с новыми арбами, которые добавили, и новыми влияниями, это не так выгодно, как раньше. Поскольку здесь можно будет искать с новыми влияниями урон дополнительный на близких перчатках. Пока, опять же, новых влияний у вас не на роли, можете использовать Apoto Caliglap, база, которая увеличивает Damage Over Time. Вот, довольно приятная штука. Значит, что еще по линкам? По поводу ауэра, еще раз, у нас есть Determination, у нас есть Grace. Это для того, чтобы у нас было много армора и вежена. Для этого же у нас используется Defiant Banner, очень сильная компа вместе с двумя предыдущими штуками. В Хайдауте, без всяких бафов, у нас 17 тысяч армора, 27 тысяч вежена. Такое значение достигается благодаря банальной уровню ауэра, а также тому, что мы используем преимущественно шмотки с армором и веженом. Ну вот, как раз по этой причине. Дальше, по поводу нового теха, есть очень прикольные комбы, которые сейчас активно люди начинают использовать в разных билдах. Это новый саппорт гейм, гейм, который называется Divine Blessing, который ввели в 3.17. И он фактически позволяет вам получать дополнительную ауру почти бесплатно. Идея этого гейма заключается в том, что вы можете на короткое время, то есть на сколько он сейчас врубает, на 19 секунд, врубить ауру, которая залинкована вместе с Divine Blessing. Потратив на это стоимость ауру, ну то, собственно, в мане, да, сколько она мана стоит, чтобы кастануть, плюс 233 ман. Однако, можно слинковать это еще с лайфтапом, да, видите, у меня маны все зарезервены, и я не могу использовать Blessing нормально. Вот, но с лайфтапом я могу заплатить, соответственно, сколько, 1300 лайфа, потом тут же поражать фласфу, и получить баф на 20 секунд, который дает мне довольно много дэмэджа. И так можно делать, в общем-то, с любой ауры в любом билде, так что мотайте на ус. Да, это довольно дорогое удовольствие в плане линков, потому что это 3 сокета занимает, однако во многие билды может вполне себе и зайти. Вот, для перемещения, опять же, Шелл Чардж, в идеале, конечно, найти возможность поставить его с Фастер Атаксом, но линков не хватало, но с Фрэнзи Чарджами, которые мы получаем, когда бросаем ловушки в выкат, можно забить и перемещаются все равно очень и очень быстро. Вот, Флейм Дэш, понятное дело, в качестве курса мы используем Диспэр, это, собственно, на хаос дэмэдж, мы наносим урон Яном, поэтому мы используем Диспэр, все верно. Вот, и дальше в защитных механиках, мол, тут шелл с КВДТ и, да, скитербота с анбауном для Чил и Шока. Вот, что еще забыл? Да вроде бы, да вроде бы все, если честно. А, очень важно использовать Видеринг Стэп, да, это важный момент, Видеринг Стэп, он накладывает дебаф на врагов, собственно, 6 Видер Стэков, если получить 21 уровень Видеринг Стэпа, то 7 Видер Стэков, нужно фактически по КД его прожимать на босса, и таким образом это очень-очень сильно бустит ваш урон, то есть за этим нужно довольно-таки сильно следить. Также для Сингл Таргета весьма полезно использовать Биртрапу, но это на самом деле не обязательно, потому что, ну, как только у меня здесь появился 6 Видеринг, я бы убрал Биртрапу и поставил Determination на ее место. Вот, но поначалу для замедления босса, для увеличения урона по ним тоже использовать довольно-таки полезно, хотя, опять же, не супер обязательно. Дальше к шмоту. Во-первых, нам очень важно в этом билде как можно быстрее получить 100% шанс отравления врагов, то есть мы базово носим физовый урон, но мы хотим 100% шанс отравления. Для того, чтобы это получить, я использую следующее комбо-вом. Во-первых, у меня есть здесь, ищем Poison. Во-первых, у меня есть вот этот кластер на Poison. Здесь 10, еще 15, 25% шанс отравления. Дальше, очень важный джуэл, который называется Coated Sharp Dale, он дает 25% шанс отравления. На маленьких джуэллах мы тоже стараемся искать шанс от Poison вместе с ХП и дэмэджем. И у нас есть одно, которое называется Toxic Strike. Он довольно дешевый стоит, красная, оранжевая и серая мастерца, так что достать его супер-супер легко. Вот, и таким образом, если тыкнуть в вкладку Offense, у нас видно 100% шанс отравления. И это при том, что у нас даггер уникальный. Пока у вас нету этого уникального даггера, вы вполне можете использовать любой рун даггер с высокой скоростью атаки, желательно 1.5 атак спид, для того, чтобы перемещаться быстрее. Вот, и на нем ролить как раз шанс отравления, урон Хаосом, Хаос Damage Over Time Multiplier, Damage Over Time Multiplier и так далее. Все, что связано с периодическим уроном. И уроном Хаосом, и уроном Яном. Вот, это все будет работать, и поначалу, на самом деле, пока у вас нету джуэла, который называется Coated Shrapnel, вам будет выгоднее какой-то хороший рарный даггер, нежели чем колдаренпоинт использовать. Но в эндгейме колдаренпоинт, конечно же, важнее. Так, это и есть. По поводу фласок, я использую фласку на антиблит институт Сидинг Дивайн. Супер важная фласка на урон, это Синцер Берд, дает очень много дэмэджа за счет того, что мы получаем Unholy Might, это 30% more damage, фактически, это очень и очень много. Еще одна уникальная фласка, которую крайне рекомендую использовать, это RotGut, поскольку она позволяет нам получать OnSlot практически все время во время маппинга, то есть она увеличивает нашу скорость в разы. Она поглощает френзики, френзики мы постоянно генерируем за счет того, что бросаем ловушки, у нас есть Мастер Сайпер Саппорт, который генерирует 15% вероятностью френзичарджа, когда трапы триггерят, то есть у нас постоянно есть френзичарджа. Вот, ну и на защиту, естественно, мы используем фласку на уклонение и на броню, потому что под этими фласками у нас вместо 17 и 28 тысяч получается вдруг 28 и 35 тысяч, вот, то есть циферки довольно хорошие. Не стоит забывать, что на гире вы хотите как можно скорее получить суммарно 100% шанс подавления заклинаний, ведь у меня на тушке 28 и 26 спеллсапресс, на шлеме 17 спеллсапресс, плюс ветки у меня есть Мэйдж Бэйн, вот эти поинты и вот эти поинты. Вот, итого в разделе Дефанс 100% шанс подавления заклинаний, таким образом мы получаем в два раза меньше урона от всех заклинаний, это как бы жестко и это очень круто. Вот, регенчик у нас за счет пироманьяка идет, это супер стабильный реген, если вы не забываете кидать ловушки, а вы все время должны кидать ловушки, в общем-то. Что еще, в плане кластер джуэлов, они не обязательны и без них весь контент спокойно закрывается, если вы по этому поводу переживаете. Вместо них вы можете брать сначала Мастер оф Блейдс, потом можете брать вот эти все ноды на яд и еще больше хп. И в этой версии вы можете заметить то, что у меня практически везде взяты ноды на длительность. Вот, это следующий важный момент, о котором стоит поговорить. Здесь у меня есть кластер на длительность, здесь More Duration, здесь длительность и также в кластерах используется Drawing Speed. Длительность и скорость броска трапы это супер важные параметры, в принципе, для этого билда. Объясню почему. Потому что чем больше у нас длительность и скорость броска мины, тем больше ударов у нас будет наносить каждая из ловушек. То есть сейчас она наносит 12 ударов. Если я, например, убираю вот этот кластер, то есть вот эту ноду, да, здесь Drawing Speed есть, Борилл Атактикс. Вот, то у меня вместо 12 выстрелов будет всего лишь 11 выстрелов. Таким образом, за каждую ловушку буду наносить чуть меньше дэмэджа. Если я уберу еще вот эти ноды на длительность, то у меня еще меньше будет работать, ну, меньшее количество взрывов будет наноситься с каждой ловушки. Вот, и это параметр, который мы должны стараться максимизировать. То есть нам везде нужно искать скорость броска ловушки, поскольку у нас заставлено 100% яда. Мы можем найти его на крафте, на амулете, на поясе и на перчатках. Но перчатки должны быть под шейпером. Вот, так что это нужно стараться делать. Вот, это важный параметр, да, и в принципе, ну, вы можете сами довольно легко заметить, если вы, опять же, заходите в хайдаут, да, у вас есть свободная минутка, вы смотрите примерно, сколько у вас взрывов идет, да, и видите, что у вас как будто бы чуть-чуть не хватает, чтобы еще один раз она взорвалась, да, то стоит подумать, попробовать поддеванить что-то, да, либо добавить еще один такой же кластер джуилл. Да, в идеальном гейме вы хотите два таких, здесь как раз с Эдот Паргетой и Горелл Тактикс эти кластер джуиллы низкого этом левела, то есть 50+, так же, как и большой кластер джуилл. Кластер джуилл большой роллится на, чисто через Харвис на Физу, либо через Хосилы на Физу, вот этот кластер, он роллится, на самом деле я его просто не знаю, просто альта-агумент регалами очень быстро сделал, но в принципе можно на скорость кидать сюда, для того, чтобы Горелл Тактикс гарантированно получать, то есть крафт на скорость, опять же, Харвис, либо посилы. Вот, еще другим вариантом, более хорошим для большого кластера джуилл является аналогичный на 8 пассив на 68 левел и выше, потому что в нем суффикс можно получше наролить, который называется Грим Олтын, даст там дополнительную, дополнительный хаус дэмэдж. Вот, но его ролить чуть подольше, чуть посложнее, вот, и в фудхилсах его не получить, но тем не менее на трейд такой купить наверняка очень и очень легко. Не знаю, что еще забыл, да вроде бы в общем-то все, да, если вы вдруг, если вдруг у вас на гире, например, не хватает хаос резиста, не стесняйтесь брать ноды на хаос резист здесь, однако они не в высоком приоритете, если у вас больше нуля хаос резиста, этого уже более чем достаточно. Если вы идете на каких-то боссов с большим количеством постепенного урона, вы вполне можете взять летшейд вместо нодов на хп каких-то. И да, не забывайте использовать госдэнс, да, это последний момент, про который я уже устал говорить на каждом стриме и в каждом видео по билдам, но госдэнс это сильнейшая пассивка во все ветки, именно поэтому мы должны накрафтить на наши тушки крафт, которые гейн 9 макс лайф из экстра максимум энергии шилд, это гравишус крафт, то есть синдиката крафт именно с конкретного с гравитсуса он бадает. Вот, вместе с ним как раз у нас получается около 1000 дополнительного энергощита при лайфпуле 6000 лайфа. Вот, и эти, в данном случае 700 льеса восстанавливаются каждый раз, когда по мне попадают, у меня есть госдэнс, у меня есть госшрауды. Вот, то есть фактически у меня из-за этой пассивки и этого крафта, из-за того, что у меня много уклонения, хп вообще не двигается во время маппинга. Чем меньше у вас хп пул, тем более эффективно это, в общем-то, даже становится, вот, то есть даже если вы играете на софткоре, то это супер-супер-супер важно делать, и я бы ни за что не использовал никакую уникальную броню, поскольку есть такой прекрасный крафт. И, да, последнее, это тоже супер-важный крафт на шлем, который очень сильно помогает в нанесении дэмэджа. Это тоже с синдиката крафт, но там уже с любого шлема можно не дефнуть. Увеличение длительности состояний, когда вы под фокусом, то есть только вы делаете такой крафт, у вас появляется фокус, и на 4 секунды при нажатии вы можете как раз усилить свой дэмэдж ядом фактически, то есть все яды, которые вы накладываете во время фокуса, будут на 140% дольше действовать. Вот, и это довольно значительный баф вашего урона. Также вы можете использовать на щите крафт на урон, вот, гейн из экстра хаос-дэмэдж, это и дэдфлэд. В общем-то, все, что я хотел рассказать, оба будут в описании, так что, если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, и не забывайте заглядывать на трансляции на Twitch, а также в Discord, чтобы общаться и делиться впечатлениями о лиге, о билдах и так далее. Это был Мишаман, не забывайте подписываться, если вам понравился данный ролик. Пока!